Как и обещали, по случаю новой серии гербосубъектов и городов Российской Федерации и нового почтового блока, посвященного Новосибирской области, у нас в гостях. Председатель правления Союза филателлистов города Новосибирска Владимир Петрович Рязгин. Доброе утро. Здравствуйте. Ну что, Вадим Петрович, у вас какая самая редкая имеется марка в коллекции? Ну, дело в том, что в коллекции все редкие марки. Во всяком случае, хочется считать, чтобы они были редкие. Но есть любимица, наверное, нет? Так их слишком много, чтобы была любимица. Нет такого. Сколько у вас в коллекции? Слишком много. Это сколько? Вы знаете, я не считал. Дело в том, что, как бы вам сказать, это кто вот, начинающие филателлисты, они обычно считают, вот приобрел марку, ага, 101, 102, 1001. Здесь не считаешь. Здесь берешь, ну как бы вам сказать. Ну так, альбомов 20. Ну да. Вот так примерно, да, считать. А что собираете? Спорт, животное, искусство? Ну, у меня не тематическое собрание. У меня, я собираю Россию. Вот. Современную Россию. Она мне очень нравится. Вот. Хотя есть тоже кое-какие-то замечания. Вы знаете, это на сегодняшний день редко и приятно, когда человек в вашем возрасте говорит, мне нравится современная Россия. Мне всегда нравилось. Вот. Но вот этот блок почтовый, да, посвященный Новосибирской области, это же не первая марка, посвященная Новосибирску и Новосибирской области. Правильно? Сейчас я вам скажу. Давайте немного об истории вообще филателлии в России и в Новосибирске. Хорошо, все расскажу. Что знаю. Давайте. Ну, давайте начнем с конверта, так называемого КПД. Конверт первого дня, специальное гашение. Дело в том, что он, ну, если говорить об истории КПД, то впервые, это было в 1846 году, ой, в 40-м году, когда вышла первая марка, черный пенни, и на конверт наклеили 10 марок таких и сделали гашение. Четкая печать. Это можно считать так называемое первое гашение. Конверт первого дня, правда, потом конверт этот был продан, но очень дорого, 690 тысяч франков. По тем временам, большая деньги. Вот. А вообще считается первое гашение в США 1851 год. В Европе 1936 год у нас в России, в Советском Союзе будем говорить так, КПД было в январе, ой, в декабре 1968 года. Конверт вышел где-то в начале декабря, в конце декабря вышла марка и произошло гашение. Для того, чтобы было гашение, нужно иметь три составляющие. Это конверт, это марка, это штемпель. Что это за такой ритуал, конверт первого дня, гашение, для чего это нужно? Я слышал, что ценится не гашеная марка. Сейчас отвечу на все вопросы. Дело в том, что, вот смотрите, у нас было гашение когда? 29 мая. А 29 мая был подписан к употреблению, как говорится, герб Новосибирской области. Утвержден герб Новосибирской области. И как раз к этому времени вышел почтовый блок, это даже не марка, это почтовый блок, и 29-го, это ровно 15 лет назад произошло утверждение, и 29-го, 18-го года произошло гашение. Вот, поэтому и будем говорить, ну это мероприятие, но мероприятие превратилось в событие, поскольку здесь уже не три составляющие, а четыре составляющие. Даже пять событий. Это событие впервые произошло в городе Новосибирске. Раньше были гашения, спецгашения были, но КПД не было ни разу, ни разу. И вообще-то марок-то в Новосибирске, посвященный Новосибирску, не так уж и много будем говорить, но в 2003 году вышла марка, посвященная столетию образования города. Потом вышла марка в 2007 году, посвященная регионам России, там Новосибирская область. Потом в 2013 году Александру Ивановичу Покрышкину вышла марка. Вот, ну, пожалуй, вот и все. Дело в том, что выпускать вот конверты и выпускать марки, это большая разница. А чтобы выпускать марку, это нужно за несколько лет, чтобы тебя в план включили, ну и там прочие бюрократические мероприятия. Давайте после рекламы обсудим как раз, что нужно, если я или Саша захотим выпустить какой-нибудь почтовый блок на какую-то тему. Я еще не ответил на вопрос насчет чистое гашеное, я еще скажу. Напомню, у нас в гостях председатель правления Союза филателлистов города Новосибирска Владимир Петрович Лязгин. Мы продолжаем разговор, говорим о том, что вышел почтовый блок, посвященный Новосибирску области. Владимир Петрович объяснял нам, что есть гашение, и ты говорил, что ценится негашеная марка. Я слышал, что ценится негашеная марка. Вы что скажете? Дело в том, что собирательство марок раньше было как? Собирали марки, прошедшие почту. Потом это как бы началось собирание марок, ну, будем говорить так, по количеству и, будем говорить так, даже не по качеству, а как картинки. Потому что начали выпускать марки на разные темы. Да, да, да. Вот я сам, я тоже собирал. Вот здесь был магазин недалеко, где 34-я больница, там был магазин филателлии. Я вот туда постоянно в детстве ходил, покупал там марки, обменивался тоже с филателлистами. Вот, значит. А сейчас собирают, люди собирают в основном чистое, потому что гашение стали делать типографским способом. То есть выходит в серии марок каких-то в листах, в типографии сразу гасят их, чтобы они были дешевле. Для коллекционеров. А это многие не хотят этого. Они хотят, чтобы марка прошла почту. А другие говорят, зачем мне печать? Если там, допустим, художественный слой на марке, он покроется печатью, и марка будет красивая. Мне это не нужно. Поэтому я буду собирать только чистое. И в основном только чистое. Чистое обычно в 2-3 раза, даже некоторые в 10-15 раз дороже гашено. То есть, значит, я прав, да? Да, вы прав. Не гашеная марка дороже. Обязательно. Это просто для красоты, да? Потому что человеку кажется, что без печати она чистенькая и красивая. Но это еще деньги. Это, во-первых. А во-вторых, ну, не обязательно там это, некоторые штемпеля очень дорогие, дороже самой марки, штемпель, которые редкие. Если им проставлено, то марка ценится дороже чистой. Допустим, есть контрольная марка. А если на контрольной марке у нас стоит печать почты, то эта марка дороже чистой. Вот в чем дело. Допустим, если какое-то событие, выходит марка, она на конверте, и в этот день, именно когда выходит событие, значит, марка вышла, и событие происходит, она гасится, она тоже становится, собственно, ценной, да? Она ценной становится только даже потому, что событие, в день события произошло, это событие гашения, будем говорить так. Я вам приведу пример такой, вот, допустим, ну, все знают, в Германии каждый второй филателлист. Вот. Там на почте даже, когда гасят марки, они делают очень аккуратную печать, стараясь так, чтобы художественная сторона марки не была так, ну, будем говорить, испачкана, что ли, штемпелем. Очень красивые печати. У нас этого, такой культуры пока нет. Шлепка. Скало бы, да. Так зато интереснее искать меньше марок, которые запачканы. Смотрите, что нужно, каждый ли может человек придумать какую-то свою серию и выпустить марки? Нет. Нет? Он может придумать частным образом, они будут не почтовые, слово почты там нет. Дело в том, что на каждой марке пишется страна, эмитент, изготовитель этой марки, будем говорить так, кроме английских марок, потому что они первые выпустили, им разрешено не писать, что это Англия. А все остальные пишут, там СССР, Россия, там Аман, там Кювейт, Рассельхайм и так далее, и так далее. Если на марке не написано ничего, значит она английская. Да, ну там королева. Вот, там королева, там в уголочке, там есть профиль королевы обязательно, на других марках такого нет. Чтобы не было на ней нарисовано в уголочке королевы. Да, там территории, тоже королевы их территории, вот, территория Англии, тоже королевы в уголочке. Вот, дело в том, что марке тяжелее выпускать. Карточку он может выпустить. Вот, ну опять же, это будет не почтовая карточка, то есть будет приватный выпуск частного лица. Это все равно, что фотографию себе напечатать. Да, ну да, да, дело в том, что я могу на любой лесочек наклеить марку, тарифную, и послать по почте. Я же оплатил почтовые услуги, все, этот лесочек с маркой пойдет по адресу. Удивительное дело. Насколько у нас в городе развито движение культуры филателистов, вы как человек с этим связаны, как председатель правления союза филателистов, расскажите, насколько ваша организация огромная, и насколько много настоящих ценителей, и насколько новичков? Дело в том, что у нас, мы образовались в 2008 году, вот, ну это будем говорить так много России, это первое такое обвинение филателистов. Первое в Новосибирске было образовано в 24-м году, 1924 года, 1 сентября. И, кстати, мы 1 сентября... И мы их последователи. И мы их последователи, да. Мы образовались тоже 1 сентября, но 2008 года. Десять лет. Да, мне случайно попал устав этой новосибирской организации и портреты... 24-го года. Да, и портреты их участников. Вот. Мы это очень ценим, конечно. Интересно посмотреть на лица, которые там, значит, изображены, их должности, вот, кем они были, что они делали. Вот. И дело в том, что у нас в организации больше 50 человек. Ну, это ни о чем не говорит в том смысле, что... Кроме коллекционирования вы занимаетесь? Сейчас скажу. Дело в том, что в городе, если так посмотреть, их 300-400 человек, которые покупают марки в Российске. Все равно на огромный город это не так много. А на Москву, думаете, много там из филателистов? Ну, люди не хотят вступать, но приходят к нам. Приходят с других городов, приезжают. Мне кажется, побольше было людей, которые увлекались филатерией. Да, раньше побольше были. Сейчас больше пробок собирают. У меня в классе, в школе все, по-моему, собирали марки. Ну, дело в том, что не стоимость марок была. Извините меня. Вот. Марки, это по бюджету бьет, будем говорить там. В настоящее время бьет. Да, поэтому женам не нравится. Итак, чем кроме коллекционирования вы в Союзе занимаетесь? Ну, если собирают марки, обычно собирают конверты. Обычно собирают почтовые карточки. Многие собирают монеты. Вы в Союзе как-то налаживаете вот этот процесс, там, купли-продажи, что-то еще, обмена опыта? Обмена опыта. Дело в том, что встречаться с людьми по интересам, это очень же интересно. Обсуждаем новую марку, обсуждаем разновидности. Марка, она же тоже, вот мы не говорим об этом. Одна и та же марка, а стоит одна дорого, другая дешево. Почему? Потому что у нее разновидность. Разная зубцовка. Вот. На этой марке есть клей, на этой клей нет. Эта марка беззубцовая, а эта зубцовая. Цены разные. Хотя сюжет и художественная картинка одна и та же абсолютно. А зубцовка, многие же не знают, что это даже такое. Это количество зубцов на 2 сантиметра марки. Вот. Если зубцовка 14, она стоит 5 копеек. Зубцовка 11, она стоит 5 тысяч. Видите, от зубцовки зависит. Раньше с этим не считались даже. Да, никто не считал. Да, не считались раньше вообще, на это не обращали внимания. Потом обратили внимание. Красивое, красивое. Да. Куба написано, все хорошо. А сейчас просечки делают на российских марках, которые, значит, самоклеечки. Там делают просечки просто-напросто. И просечки разные бывают, оказывается. Одна марка 7 рубля, другая 700. Современно. Потому что просечка редкая. А у вас уже есть этот почтовый блок, который посвящен Новосибирской области? Конечно. Да, уже? Конечно. А как же? Это в первую очередь. Я так понимаю, там гербы районов Новосибирской области? Нет. А что там? Там герб Новосибирска частичного. Вам пригласили, да? Да. И герб... И герб... Сейчас Владимир Петрович найдет. А, ой. Неужели они все? Герб области, герб города, наверное. Герб области. Вот. Это вот районный. Вот. И там, значит... Герой Советского Союза Александр Георгиевич Романов. Это, да. Город Купино, здание почтамта. Герб Сибирского таможенного управления, между прочим. Вот, кстати, мы делаем это наши карточки. Вот почтовые карточки, которые мы делаем с Сузаном Филателистом в нашем городе. Ко Дню Победы есть карточки, карточки с новосибирским зоопарком. Новогодний, кстати, между прочим, свежий. 125 лет Новосибирску. Даже есть Гагарин. Поехали. Юлий Васильевич Кондратюк. Чемпионат мира по футболу. Смотрите, все довольно актуально и свежее. Ну вот, Новониколаевск. Почтовая телеграфная контора. 80 лет новосибирскому почтамту. Это в этом году? Нет? Нет. Класс. В общем, коллекция огромная у Владимира Петровича. Мы некоторые фотографии выложим в нашу группу ВКонтакте. Присоединяйтесь. Можно будет посмотреть. Да. Спасибо огромное. Время летит незаметно эфирное. И надеюсь, будет у нас повод еще встретиться. Потому что, ну, все-таки такие вещи, почтовые блоки, это наше богатство. С удовольствием. Представитель правления Союза филателистов города Новосибирска Владимир Петрович Лязгин был у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.